Тайна существует только для того, чтобы быть раскрытой. Так говорил французский философ Жиль де Лёс. И если вы с ним согласны, давайте раскрывать тайны прямо сейчас. Меня зовут Олег Шишкин. В эфире программа «Загадки человечества». Сегодня в программе «Летящий танк». Российские разработчики представили модернизированный Т-80 БВМ. Невероятно быстрый и способный воевать даже в условиях ядерной войны. Почему в области танкостроения Россия впереди планеты всей? Его прозвали танком «Ла-Манша». Считалось, что такая танковая дивизия могла прорваться к Атлантическому побережью за 48 часов. Корабли без капитанов – капитан без корабля. Через 8 лет Япония планирует запустить первые беспилотные грузовые корабли. Что случится, если огромный плавающий дрон выйдет из-под контроля? Автономная система управления должна понимать, когда ему следует уступить, а когда оставаться на своем курсе. Чудо-юдо рыбакит. На Курилах рыбаки поймали морского гиганта весом больше тонны. Что это – неизвестный подводный монстр или древний житель холодных морей? Кто водится в наших водах? И насколько опасны эти существа? Эти монстры – прямое подтверждение того, что рыбы и другие животные мутируют в результате изменения среды обитания. Во имя веры. Почему конспирологи обвиняют американские спецслужбы в организации массовых суицидов в 1978 году? Какие доказательства есть у исследователей? И как безобидные эксперименты превращаются в оружие массового поражения? Это пример рая. Нам просто не нравится, как существует мир. Забери наши жизни у нас. Лабиринт Минотавра. Какие тайны скрывает самый древний подземный храм в мире? Для чего были построены акустические залы, способные вводить в транс? И кто те 7 тысяч человек, чьи кости покоятся в этих руинах? 30 человек спустились в гипогейную экскурсию и никого не нашли. Они просто исчезли. Не нашли даже каких-то личных вещей этой группы. Кукла Маша, кукла Даша. Кто их придумал и зачем? Как развлекались средневековые дети и отпрыски монархов? И почему, несмотря на все передовые технологии, пластиковые пупсы и сегодня не теряют своей актуальности? Что скрывает мир игрушек? И правда ли, что по ночам они могут оживать? Кукол всегда считали магическими предметами. Фигурки в форме людей использовались колдунами и ведьмами для проведения своих черных ритуалов. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Российские инженеры представили новый модернизированный танк Т-80 БВМ. Его основные отличия от предыдущих моделей – повышенная маневренность и возможность разгона до рекордных 70 км в час. Для сравнения, максимальная скорость Т-90, его эксперты называют лучшим основным танком в мире, 60 км в час при движении по шоссе. Внутри машины могут разместиться три человека. И по словам разработчиков, она предназначена для работы даже в условиях ядерной войны. Что это дает и почему конкурентов в области танкостроения у России нет и в ближайшее время не предвидится? Возвращение легенды. Именно так военные эксперты говорят о Т-80. Его новую модификацию под кодовым названием БВМ впервые показали публике на стратегических учениях «Запад-2017». За скорость и маневренность в народе его прозвали «летающим танком». Это настоящий гоночный болид в мире бронетехники, и способный разогнаться по шоссе до рекордных 70 км в час. Т-80 был принят на вооружение еще в СССР. Т-80 поступил в войска в 1976 году. Это был первый в мире танк, запущенный в серийное производство, с единой газотурбинной силовой установкой. Раньше подобные двигатели ставили в основном на вертолеты, такие как Ми-8. Газотурбинная силовая установка дает огромное преимущество в условиях Арктики. Военные говорят, даже если на улице минус 40, такую боевую машину можно завести практически мгновенно. Для этого потребуется всего около трех минут. Для сравнения, дизельному танку на холоде нужно минимум полчаса. Т-80 может работать практически в любых условиях. Корпус сконструирован таким образом, что защищает экипаж даже от радиации и химической атаки. Его прозвали танком «Ла-Манша». Считалось, что такая танковая дивизия могла прорваться к Атлантическому побережью за 48 часов. Даже западные специалисты признают, эта модель обогнала свое время и еще не полностью реализовала заложенный в нее потенциал. Вот почему даже после 40 лет службы Минобороны России не хочет списывать Т-80. Бронемашину решили не утилизировать, а обновить. У нас на складах хранения таких танков в случае 3000 штук. И понятное дело, что если их всех модернизировать, мы получим современные танки, которые ни в чем не уступают. Все модернизации танков «Леопард», танков «Абрамс», «Леклерк». То есть мы получаем высокоскоростное, эффективное средство. Конечно, с 1976 года некоторые детали устарели. Броня уже не может эффективно противостоять современному оружию. Чтобы защитить машину, конструкторы решили установить на Т-80 БВМ комплекс «Реликт». Эта система панелей работает как доспехи. По оценкам специалистов, вероятность того, что танк и экипаж переживут прямое попадание снаряда, увеличивается в полтора раза. Также будет усилена и огневая мощь танка. Появятся новые пушка, прицел и механизм наведения. На нем будет установлена новая пушка 2-46-4. Эта пушка отличается повышенной точностью стрельбы. Во-вторых, там будет установлена всеракурсная система прицеливная «Сосна-У», которая работает днем и ночью в дальность до 10 километров, а если ночные, от 3 до 5 километров. Эксперты утверждают, после модернизации Т-80 БВМ ничем не будет уступать так называемым танкам четвертого поколения. Программа рассчитана на срок до 2025 года. Тогда обновленные боевые машины поступят в наши войска. Пассажиры рейса 66 «Париж-Лос-Анджелес» стали свидетелями, как их самолет разваливается на куски прямо в небе над Атлантическим океаном. Во время полета люди сначала услышали громкий удар, а затем на их глазах от фюзеляжа стали отлетать куски обшивки. В салоне началась паника. Через 90 минут лайнер совершил экстренную посадку в аэропорту канадского города Гузбей. Никто из 500 пассажиров не пострадал. НАСА опубликовало спутниковые снимки огромного айсберга. Ученые считают, что он мог отколоться от ледника Ларсенце этим летом. Его площадь более 6000 квадратных километров. Примерно такую же территорию занимает вся Эстония. Сейчас ледяная глыба зашла в воды моря Уэдала, ближайшее к берегам Антарктиды. По словам экспертов, если айсберг не остановится, то за несколько месяцев он сможет достигнуть Атлантики и таким образом превратиться в плавучую угрозу для судоходства. Сенсационные открытия. Уфологи нашли на Марсе черепа травоядного динозавра, гепарда и археоптерикса. Исследователи разглядели артефакты на снимках марсохода «Кьюриосити». По их словам, очертания объектов в точности повторяют останки земных животных. А размер и форма зубов одного из них якобы идентичны черепу древней птицы археоптерикса. Далее в программе. Корабли без капитанов – капитан без корабля. Через 8 лет Япония планирует запустить первые беспилотные грузовые корабли. Что случится, если огромный плавающий дрон выйдет из-под контроля? Автономная система управления должна понимать, когда ему следует уступить, а когда оставаться на своем курсе. Чудо-юдо рыба-кит. На Курилах рыбаки поймали морского гиганта весом больше тонны. Что это? Неизвестный подводный монстр или древний житель холодных морей? Кто водится в наших водах? И насколько опасны эти существа? Эти монстры – прямое подтверждение того, что рыбы и другие животные мутируют в результате изменения среды обитания. Во имя веры. Почему конспирологи обвиняют американские спецслужбы в организации массовых суицидов в 1978 году? Какие доказательства есть у исследователей? И как безобидные эксперименты превращаются в оружие массового поражения? Это пример рая. Нам просто не нравится, как существует мир. Забери наши жизни у нас. Кукла Маша – кукла Даша. Кто их придумал и зачем? Как развлекались средневековые дети и отпрыски монархов? И почему, несмотря на все передовые технологии, пластиковые пупсы и сегодня не теряют своей актуальности? Что скрывает мир игрушек? И правда ли, что по ночам они могут оживать? Кукол всегда считали магическими предметами. Фигурки в форме людей использовались колдунами и ведьмами для проведения своих черных ритуалов. Что нам стоит дом построить? Исследователи считают, что наши предки обладали антигравитационными технологиями строительства. Как древним архитекторам удалось возвести мегалитические постройки, которые сохранились до наших дней? В иероглифическом письме нет никаких упоминаний о строительстве великих пирамид. Это очень странно, учитывая, что пирамиды были одним из величайших инженерных достижений всего человечества. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Японские конструкторы разрабатывают беспилотные корабли. Предполагается, что они будут заниматься исключительно грузоперевозками. По прогнозам специалистов, первые суда без экипажа выйдут в океан уже через 8 лет. Насколько они безопасны? И какие грузы будут перевозить? Что произойдет, если гигантский дрон-мореход выйдет из-под контроля? Нет человека — нет проблемы. Так считают не только японские судостроители, но и упрямая статистика. Большинство аварий на морских судах происходит по вине персонала. В год около 10 тысяч. Самоуправляемые корабли призваны решить проблему человеческого фактора. В отличие от людей, роботы не устают, не отвлекаются, не витают в облаках. Это поможет сэкономить компаниям-грузоперевозчикам миллиарды долларов. Такая простая арифметика заинтересовала не только японцев. Сейчас над проектами беспилотного судоходства одновременно работают корпорации из разных стран. Мы ежегодно перевозим 250 миллионов тонн руды. Издержки во время аварий для нас колоссальны. Мы планируем, что наши новые умные корабли будут прогнозировать поломки на борту и помогут в два раза сократить количество различных происшествий. Беспилотное судно будет автоматически ориентироваться в океане при помощи радара, лазеров и программы автопилота. Капитану работа тоже найдется, но на берегу. Он будет контролировать плавание с расстояния в тысячи километров. Возможно, капитану придется выполнить некоторые манипуляции, если они предполагают сложные маневры. Например, при заходе в док. То есть пока это полуавтономная система навигации. Но мы уверены, что переход на полностью беспилотные морские перевозки мы осуществим в ближайшие 10 лет. Тем временем для норвежского производителя удобрений строится первый в мире роботизированный грузовой корабль. Он будет работать за счет электродвигателей, получающих питание от аккумуляторов. Его испытания и ввод в эксплуатацию планируются всего через несколько месяцев. Ожидается, что в 2018 году 75-метровое судно будет перевозить грузы под управлением капитана. В 2019 году перейдет на дистанционное управление, а в 2020 году станет полностью самоуправляемым. Моряки будут следить за курсом корабля на расстоянии. Совокупная рабочая смена при этом составит не несколько месяцев, а 8 часов на все плавание. При самых смелых прогнозах пока ни один разработчик не смог показать работающий образец своего проекта. Хотя бы миниатюрный. Скептики предрекают, на деле сказочная беспилотная новинка разобьется о суровые морские реалии. Автономная система управления должна работать на таком уровне, чтобы придерживаться конвенции о международных правилах предупреждения столкновений судов в море. То есть она должна понимать, когда ему следует уступить, а когда оставаться на своем курсе. При этом смена курса должна быть произведена с таким расчетом, чтобы ее заметили и правильно интерпретировали на встречном судне. Маневр должен выглядеть так, будто его выполняет человек. Если в Китае только начали вести подобные разработки, то в Европе работы над проектом стоимостью почти в 4,5 миллиона долларов идут уже полным ходом. Правда, окупятся ли затраты и не пойдет ли беспилотный грузовик на дно морское, пока остается вопросом. Недалеко от Курильских островов рыбаки поймали глубоководного гиганта. Длина монстра около двух метров, вес больше тонны. По мнению океанологов, это рыба-луна. В Японии ее считают особым деликатесом, а в России пикантное блюдо скормили медведям. Но откуда в наших водах взялись морские великаны? Какие чудовища скрываются у наших берегов и насколько они опасны для человека? Этот улов стал настоящей сенсацией. Вместо традиционной добычи, горбуши, трески и сельди, в сети российских рыбаков попало существо гигантских размеров. Встретив такую рыбу в океане, можно испугаться не на шутку. Это была рыба-луна, но из-за своих размеров она напоминала чудовище. Настолько страшной и огромной она была. Чтобы вытащить ее из воды, рыбакам понадобилось несколько часов и специальная лебедка. В это сложно поверить, но пойманный в районе Итурупа монстр был размером с небольшой автомобиль. В длину эта особь достигала почти 2 метра, в высоту 2,5, а вес перевалил за тонну. Но, как уверяют океанологи, это еще не предел. В книге рекордов Гиннесса приводятся данные рыбы-луны, пойманной в 1908 году недалеко от Сиднея. Ее длина составляла 3 метра 10 сантиметров, высота превышала 4 метра, а весила она 2235 килограммов. Эти монстры – прямое подтверждение того, что рыбы и другие животные мутируют в результате изменения среды обитания. Изменения могут быть вызваны загрязнением окружающей среды, выбросами токсичных веществ. Загрязнение также воздействует и на микробы, на микроэлкариоты, а эти мельчайшие организмы очень важны для жизнедеятельности рыб. Поразительно! В азиатских странах мясо рыбы-луны считают деликатесом и даже приписывают ему целебные свойства. Но в Евросоюзе на все продукты этой особи наложен строжайший запрет. Океанологи уверяют, в ее внутренних органах содержится яд тетродетоксин, точно такой же, как и у рыбы-фугу. Как говорят китайцы, нельзя есть только отражение луны на воде и донавение ветра. Все остальное зависит от того, как приготовить. Вид не является промыслом. Тут экземпляр рыбы-луны, который выловили на Дальнем Востоке, его вкус является достаточно специфическим. Новостью о пойманной рыбе заинтересовался Сахалинский краеведческий музей. Его сотрудники хотели сделать из нее экспонат, ведь рыба-луна – редкий гость в наших водах. Однако, когда эксперты обратились к рыбакам, было уже поздно. К тому моменту монстра скормили диким животным. Но как эта рыба вообще попала к нам? Рыба-луна – вид исключительно тропический, и у нас на Дальнем Востоке оказался не скорее всего, она вся 100% случайная. Либо течение теплое изменилось, либо вообще климат меняется, более теплая вода становится. Ученые уверяют, за последние полвека температура воздуха на планете увеличилась в среднем на 1-2 градуса, а уровень мирового океана поднялся на 10-20 сантиметров. И, судя по всему, рыбы-гиганты теперь будут чаще наведываться к нашим берегам. Далее в программе. Во имя веры. Почему конспирологи обвиняют американские спецслужбы в организации массовых суицидов в 1978 году? Какие доказательства есть у исследователей? И как безобидные эксперименты превращаются в оружие массового поражения? Это пример рая. Нам просто не нравится, как существует мир. Забери наши жизни у нас. Лабиринт Минотавра. Какие тайны скрывает самый древний подземный храм в мире? Для чего были построены акустические залы, способные вводить в транс? И кто те 7 тысяч человек, чьи кости покоятся в этих руинах? 30 человек спустились в гипогейную экскурсию. И никого не нашли. Они просто исчезли. Не нашли даже каких-то личных вещей этой группы. Кукла Маша, кукла Даша. Кто их придумал и зачем? Как развлекались средневековые дети и отпрыски монархов? И почему, несмотря на все передовые технологии, пластиковые пупсы и сегодня не теряют своей актуальности? Что скрывает мир игрушек? И правда ли, что по ночам они могут оживать? Кукол всегда считали магическими предметами. Фигурки в форме людей использовались колдунами и ведьмами для проведения своих черных ритуалов. Что нам стоит дом построить? Исследователи считают, что наши предки обладали антигравитационными технологиями строительства. Как древним архитекторам удалось возвести мегалитические постройки, которые сохранились до наших дней? В аэроглифическом письме нет никаких упоминаний о строительстве великих пирамид. Это очень странно, учитывая, что пирамиды были одним из величайших инженерных достижений всего человечества. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Суд индийского города Панчкула признал лидера секты Дера Саха Сауда Рама Рахима Синха виновным в изнасиловании. Это вызвало настоящий бунт среди последователей учения. Властям пришлось мобилизовать регулярную армию, поскольку в одной лишь Индии у этого культа насчитывается больше 200 тысяч последователей. Сектанты, фанатики и приверженцы тоталитарных религий непредсказуемы и опасны для общества. Один из самых страшных примеров подобных течений – организация «Храм народов». Результатом ее деятельности стало единовременное самоубийство 918 человек. Но что заставило людей совершить массовый суицид? По мнению конспирологов, эти страшные события были спланированы агентами ЦРУ. Но зачем это им понадобилось? Какие цели могли преследовать американские спецслужбы? Это пример рая. Нам просто не нравится, как существует мир. Забери наши жизни у нас. Мы просто устали. Мы не совершали суицида. Мы совершили революционный акт суицидального протеста в условиях этого мира. Почти тысяча тел, лежащих повсюду. Треть из них – дети и младенцы. Трагедия в Джонстауне стала самым чудовищным и массовым самоубийством в новейшей истории. Это настолько не укладывалось в идиллическую картину жизни коммуны, что породило множество загадочных версий произошедшего. Религиозная организация «Храм народов» была основана в середине прошлого века. Ее создатель, американский священник Джин Джонс, внушал своим последователям, что он является реинкарнацией Иисуса, Будды и Ленина, и проповедовал идеи свободы, равенства и братства. Он достаточно тяжело переживал расовое неравенство, которое было болезненно на тот момент, в 50-е, в 60-е годы. И он воспламенил идею сделать «Храм народов», сделать некую общину, где независимо от крови, света кожи, религиозных предпочтений, все люди будут жить как братья. Несколько членов секты взяли в аренду участок в джунглях Гаяны и основали поселок, названный в честь их гуру – Джонстауном. Жители коммуны много работали и всем обеспечивали сами себя. Выращивали овощи и фрукты, содержали ферму, построили больницу, школу и детский сад. По вечерам сектанты собирались на религиозные собрания. Человеку подавалась вот красивая картинка – мы все вместе. Не ходи в мир, там плохо, там зло, там ничего хорошего нет. Там тебя обманут, изнасилуют, обидят, наплюют на тебя. У нас все хорошо, ты здесь защищен. Давай живи с нами. Вот главный магнит. За время существования коммуны ее посетило около 500 гостей. Среди них были не только родственники сектантов, но и чиновники, журналисты, политики, сотрудники посольств, аккредитованных в Гаяне. Все они были в восторге от увиденного. В общинной книге отзывов часто встречалось слово «рай». Так визитеры описывали свои впечатления. По мнению большинства, в Джонстауне они видели счастливых, одухотворенных людей, живущих в гармонии с собой и природой. У этой группы было немало последователей, но были и противники. Чаще всего это были родственники тех же самых последователей. Они часто опережли к властям с пользой провести различные проверки. И они проводились, но ничего подозрительного не обнаруживалось. Накануне трагедии в Джонстаун прибыл конгрессмен Лео Райан, захотевший лично узнать, что происходит в поселке. Во время его визита выяснилось, более 10 жителей хотят покинуть общину и вернуться в США. Конгрессмен пообещал забрать их с собой. Очевидцы рассказывали, вначале Джонс воспринял предательство своих адептов на удивление спокойно. Но когда уже появился транспорт, в частности самолет, который готов был вывезти людей, тех, кто хотел выбраться, что называется, на большую территорию США, то Джим Джонс и его ближайшие сподвижники открыли огонь. В результате чего было убито несколько человек, и самолет не смог вылететь. Среди убитых был и сам конгрессмен Лео Райан. В тот же вечер Джим Джонс собрал всю общину и заявил, что после случившегося их жизнь никогда не будет прежней. Выход из этой ситуации проповедник видел, как он говорил, в переходе на иной уровень бытия. Мою жизнь никто не заберет. Я сам ее отдам. Мы живем в мире. Пусть нам дадут умереть в мире. Удивительно, но предложение Джонса поддержали почти все жители поселка. В бак с виноградным напитком добавили цианид и валиум. Пожалуйста, берите лекарства. Это просто. Это очень просто. Мне все равно, сколько крика вокруг. Смерть миллиона раз уже наступала. И нет смысла жить дальше. Первыми напиток давали детям. Тех, кто сопротивлялся и плакал, поили насильно. То, с какой легкостью взрослые люди согласились умереть, натолкнуло исследователей трагедии на мысль о секретных экспериментах с сознанием. По мнению конспирологов, Джонс сотрудничал с ЦРУ, и создание поселка было частью проекта по манипулированию психикой людей. По другой версии, случившееся в Джонстауне стало расправой со стороны военных за попытку сектантов эмигрировать в СССР. Вторая часть истории, с моей точки зрения, совершенно загадочная. Рука Москвы, рука Советского Союза на тот момент в делах этой общины. Есть факты и доказательства того, что руководитель общины, Джим Джонс, он хотел попросить политического убежища, гражданства России, с тем, чтобы потом всю эту общину передислоцировать, перевезти на территорию России. Известно, что прибывшие на место трагедии военнослужащие США несколько дней не допускали в Джонстаун власти Гаяны. Тела всех жителей поселка были вывезены в Пенсильванию и сожжены в обстановке строжайшей секретности. Чего же так боялись американские власти? Скорее всего, проблема была в том, что первоначальные проверки были весьма формальными. Если бы к ним подходили более тщательно, то по-любому удалось бы уже что-то вскрыть, поскольку даже к тому времени количество недовольных было велико, даже среди членов самой секты. Были случаи и побегов, но они не скрывались. Куда более загадочными оказались последние минуты жизни самого Джонса. Вскрытие выявило наличие большой дозы яда в его организме. Однако умер проповедник от выстрела в голову. Была это смерть самоубийством или его застрелили, так и осталось неизвестным. Конспирологи увидели в этом еще один след ЦРУ. Не исключено, что Джонса устранили, чтобы он не раскрыл истинные причины массовой гибели людей. Спастись в тот день удалось только 80 членам коммуны, тем, кто не захотел разделять судьбу самоубийц. Именно они рассказали, что их гуру постоянно принимал наркотики, а жизнь в Джонстауне давно стала адом. По мере того, как психиатрическое состояние Джима Джонса ухудшалось, средства принимаемых им препаратов, ухудшался положение людей, режим в поселении уже немногим отличался от простого концлагеря. Люди работали по полдня, их били, насиловали, грабили. После гибели жителей Джонстаун превратился в город-призрак. Сама же организация «Храм народов» официально запрещена в США. Единственным человеком, который понес наказание за совершенное в коммуне, стал Лэри Лейтон. Это он открыл стрельбу по конгрессмену и журналистам. Известно, что его досрочно освободили в 2002 году. У меня в руках одна из самых старинных кукол в истории – Берегиня. С виду ничего примечательного – тряпочки и ниточки. Но для наших предков она имела особое значение. Во времена язычества люди верили, что она может защитить дом, прогнать злых духов, привлечь удачу и влагосостояние. Историки утверждают, что в семье таких оберегов могло быть не меньше ста. Каждый изготавливался вручную. Их отличали одежды, цвета и предназначения. Сегодня магазины кукол – это целая индустрия. Дизайнеры создают для них одежду. Автомобильные концерны проектируют машины, а архитекторы – дома. Все по последней моде. Но чего мы не знаем о них? В чем их магическая сила? Как они овладевают сознанием? И почему это бывает опасно? Это остров мертвых кукол – одна из самых жутких достопримечательностей Мексики. Туристов, не побоявшихся туда приехать, встречают тысячи изуродованных кукол, висящих на деревьях. Пустые глазницы, искореженные тела с отломанными конечностями, раздробленные головы. Когда-то эти куклы были любимыми детскими игрушками. А сейчас они нагоняют страх на посетителей острова. Но какой сумасшедший кукольник собрал эту ужасающую коллекцию? Местные жители рассказывают, в 1950 году в одном из каналов утонула десятилетняя девочка. Свидетелем трагедии стал мужчина по имени Джулиан Баррер. Он подобрал куклу погибшего ребенка, лежавшую на берегу. Что-то заставило его оставить игрушку себе. Эта легенда очень известна в Мексике. Говорят, с тех самых пор Баррер словно сошел с ума. Днями и ночами он начал бродить по помойкам, искать там старых кукол. Все, что ему удавалось найти, он свозил на небольшой остров и развешивал на деревьях, как елочные игрушки. Баррер утверждал, таким образом он пытался задобрить дух погибшей девочки. Он прожил отшельником на острове около 50 лет. Все это время мужчина пополнял свою ужасную коллекцию. В 2001 году он утонул. Местные говорят, куклы буквально свели его с ума. А побывавшие на острове туристы утверждают, что явно слышали шепот переговаривающихся между собой игрушек. Возможно, они выбирают новую жертву. Изначально куклы создавались для сопровождения человека в загробной жизни. Археологи находили древние египетские куклы, сделанные около двух тысяч лет назад. Грубые чурбанчики без рук и ног хоронили вместе с умершими детьми. Считалось, что в потустороннем мире они оживут и скрасят одиночество своего владельца. Игипетские вообще были счастливые люди. Они же, мы только воспринимаем все это черно и мрачно, они же знали, что есть две жизни, да, современные, мысли вот нынешние, и потом загробная, поэтому книга мертвых у них существует. Это что такое? Это как бы путеводитель по загробному миру, больше ничего. У древних славян кукла была одновременно игрушкой и оберегом. Делали ее из подручных материалов – глины, тряпок, дерева или воска. При изготовлении не использовали ножницы и иголки, чтобы жизнь ребенка была не колотой и не резаной. Кроме того, у кукол древних славян отсутствовали лица. Считалось, что в безликую игрушку злые силы вселиться не могут, а значит, она не живет и не навредит ребенку. Кукол всегда считали магическими предметами. В средневековой Европе, например, создание кукол было порицаемо церковью, ибо считалось кощунственным искажением человеческого образа. Кроме того, фигурки в форме людей использовались колдунами и ведьмами для проведения своих черных ритуалов. Об этом написано в книге «Молот ведьм». Однако, несмотря на неодобрение церкви, куклы продолжали присутствовать в человеческой жизни. Эта кукла называется «Вольт». Чаще всего ее делают из черного воска. Вольты используются для ритуалов в магии Вуду. С их помощью на человека насылают тяжелую болезнь или смерть. Чтобы кукла начала работать, в нее нужно спрятать волос или кусочек одежды человека, которого она должна олицетворять. Кукла – это средоточение частей человека, на которого хотят что-то сделать. Ну, то есть, в эту куклу должно входить несколько ингредиентов. Ногти, волосы, слюна, сперма, кровь. Ну, должно быть не менее трех составляющих. Ну, вот. Тогда есть возможность, грубо говоря, одухотворить эту куклу, чтобы она несла в себе именно частицу человека, на которого будет делаться воздействие. Ну, как положительно, так и отрицательно. И делается специальный обряд. Эта кукла нарекается именем этого человека, и потом, в зависимости от нужды, либо ее, как говорится, калечат, либо, наоборот, оцелят. Кукла должна быть максимально похожа на человека, против которого совершается черное колдовство. Когда вольт создан, его протыкают иголками. Последователи религии Вуду утверждают, в этот момент жертва испытывает адские боли и мучения. Колдуны говорят, если закопать восковую куклу на кладбище, то жертва черной магии умрет. Даже ученые уже доказали, с точки зрения квантовой физики, мы формируем нашу реальность сами, с помощью нашего сознания. Так вот, мысли материальны. А визуализируя свои мысли, человек может добиться очень многого. И эта кукла помогает визуализировать желание. Эта кукла-убийца по имени Пайло Бэби. Ее называют самой кровожадной игрушкой в мире. Ее история началась в 1922 году в небольшом американском городке Кей-Уэст. Игрушку сделали на заказ для девочки по имени Рози Мак-Кни. Ее смастерил Чарльз Уинкокс, увлекавшийся оккультизмом и черной магией. Известно, что через несколько дней после вручения подарка девочка умерла во сне, сжимая в руках свою новую игрушку. Родители Рози обвинили кукольного мастера в смерти ребенка. Но Уинкокс скрылся от полиции, и дальнейшая его судьба неизвестна. Куклу не смогли вынуть из рук Рози. Их похоронили вместе. Спустя некоторое время полиция вскрыла могилу, чтобы проверить труп на отравление. Но игрушки в руках Рози уже не было. Несколькими годами позже мать погибшей девочки увидела похожую куклу в лавке старьевщика и купила ее. Вскоре несчастная женщина выбросилась из окна, сжимая в руках игрушку. А спустя год при таинственных обстоятельствах погиб и отец семейства. Дальнейшая судьба проклятой поделки неизвестна. Последний раз ее видели в 1998 году в одном из музеев Москвы. Шокирующее открытие. Композитор Рубен Захар утверждает, что в самом древнем подземном храме мира, в Мальтийском гипогее, люди впадают в транс. Ученые измерили частоту вибраций и выяснили, что это 110 Гц. Как считают исследователи, такая волна действительно воздействует на мозг особым образом, отключает правое полушарие и погружает человека в бессознательное состояние. Эту уникальную молельню построили представители неизвестной цивилизации более 5000 лет назад. Во время раскопок на территории памятника ученые обнаружили около 7000 человеческих скелетов. Невероятно, но все захороненные люди жили в разные эпохи. Какую тайну скрывают стены гипогеи? Для каких целей служил загадочный лабиринт? И почему на протяжении веков люди погибали на этой земле? Храм смерти. Именно так на своих картах отмечают гипогей-сталкеры. В таинственном лабиринте, по словам историков, пропали десятки человек. Подземелья словно пожирают людей, которые осмелились в него проникнуть. Самый известный случай – это исчезновение группы школьников в 1940 году. 30 человек спустились в гипогей на экскурсию и никого не нашли. Они просто исчезли. Не нашли даже каких-то личных вещей этой группы. Весь мир узнал об этом случае из статьи в известном европейском журнале. Читатели были в шоке. Под давлением общественности властям пришлось временно закрыть вход в гипогей. За помощью в расследовании исчезновения они обратились к иезуитам. Эти монахи веками изучали подземелья Мальты и были первыми, кто спустился в храм. Этот комплекс подземного храма был найден в 1902 году. Был найден совершенно случайно. Ему не было принято никакого значения. По легенде, рабочие прокладывали канализацию в старом районе города Паола, когда наткнулись на глубокий провал в земле. Оттуда, по их словам, повеяло леденящим могильным холодом. Мужчины побоялись сами спускаться вниз и попросили благословить их местного монаха иезуита Эммануила. Иезуиты запретили рабочим спускаться. Они заявили, что нашли в древних рукописях Мальтийского ордена упоминание о некоем храме смерти, скрытым под городом. Якобы тысячи лет назад народ, живший на Мальте, замуровал вход в этот храм из-за неких демонов, сводящих людей с ума. Однако, если верить записям, сами монахи в подземелье спускались неоднократно. На нижних уровнях было обнаружено масштабное захоронение людей. Тысячи останков. Священнослужители не раз просили власти закрыть это место, утверждая, что подземелье проклято. Но в мэрии не прислушались. Руины причислили к памятникам древнейшей архитектуры, а доступ открыли для всех желающих. Во всех уважаемых храмах есть крипты, там хоронятся люди. Учитывая, что этот объект бытовал сотни лет, а жизнь человека в доистории была не больше 50, вполне логично, что там за эти сотни лет накопились сотни этих погребений или скелетов. Если верить рассказам местных жителей, то дети исчезли именно на пути к этой крипте. Во время поисков пропавших особую активность проявила работница британского посольства Луиза Джессоп. Рассказывают, что она даже сама спустилась в подземелье, предварительно рассчитав путь по записям монахов. Однако найти пропавших ей так и не удалось. Есть легенда, и вот эта женщина в нее, в общем-то, верила, что храм замуровали древние жители Мальты примерно 4000 лет назад. В комнате оракула такая акустика, что от нее человек входит в состояние транса, и даже может сойти с ума. Сегодня попасть в храм можно, но только в сопровождении профессионального гида и строго по маршруту, который указывает сопровождающий. Но несмотря на страшные легенды и факты исчезновений, любители острых ощущений все равно пробираются в заброшенные мальтийские лабиринты самостоятельно. Похоже, я заблудилась. Так, тут на стене пометка номер 23. Попробую выбраться. Точное число человек, которые потерялись в подземельях, неизвестно. Местные полицейские утверждают, чаще всего пропавшие без вести – это жертвы мальтийского храма, и надеяться на их чудесное спасение бесполезно. Японские инженеры попытались построить копию пирамиды Хеопса без использования современной техники. Эксперимент провалился. Поднять песчаные блоки наверх конструкции с помощью рычагов, колеса и грубой силы у ученых не получилось. Некоторые исследователи считают, что этот факт как нельзя лучше иллюстрирует существование антигравитационных технологий, которыми, по их мнению, владели наши предки. Как древним людям удалось построить мегалитические памятники? В чем секрет прочности этих зданий? И где сегодня хранятся магические рецепты архитекторов? Москву-Сити возводят уже 23 года, но до финала стройки еще далеко. При том, что у современных инженеров под рукой строительные краны и грузовики с материалами. Пирамиду Хеопса, если верить историкам, строили всего 20 лет. Но возможно ли это с тем количеством населения, и теми инструментами, что были у египтян? Ученые из Франции подсчитали, если тащить камни для большой пирамиды при помощи рабов, то нужно 100 лет работы. Если пирамиду сложили за 20 лет, то на укладку одного камня уходило бы 5 минут. Это не под силу даже современным строителям. Несколько лет назад японские исследователи провели эксперимент. Они попытались построить копию этого мегалитического сооружения, используя те же самые инструменты, что и египтяне 5 тысяч лет назад. Однако что-то пошло не так. Сначала затонули суда, которые доставляли песчаник. Потом возникла проблема с подъемом блоков наверх, а уже установленные начали разъезжаться. В итоге пирамида получилась в 7 раз ниже оригинала и достраивали ее уже с использованием современных технологий. Археологи и другие ученые утверждают, что во времена древних египетских фараонов на деревянных судах перевозили блоки на 900 километров к югу от Гизы. Я в это не верю. Блоки, которые перевозили японцы, весили всего по 220 тонн. Значит, это была другая технология. Брайан Фостер изучает руины древних городов всю свою жизнь. Ученый считает, значительная часть мегалитических памятников была построена в более ранний период, нежели принято думать. К ним относятся и египетские пирамиды. В иероглифическом письме нет никаких упоминаний о строительстве великих пирамид. Это очень странно, учитывая, что пирамиды были одним из величайших инженерных достижений всего человечества. Древние египтяне отлично умели считать. Они составляли статистику о том, как растет пшеница и тому подобные вещи. Но так как не существует никаких планов, чертежей и расчетов относительно великих пирамид, это приводит меня к мысли, что сами египтяне не имели никакого отношения к этому строительству. Кто же возводил эти мегалитические сооружения? Ряд исследователей считает, что существовала процивилизация, которая обладала тайными знаниями и уникальными технологиями. Примеров много. Каменные изделия из Эфиопии, Перу, Мачу-Пикчу, Турции и многих других стран. Есть свидетельства, что уже тогда применялись очень сложные технологии. Но могли ли эти цивилизации возникнуть неоткуда? Многие исследователи утверждают, что выжившие после всепланетарного катаклизма и донесли секреты всех этих технологий до древних людей. Эти технологии, вероятно, намного превосходили наши. Сотни мегалитических сооружений по всему миру стоят вопреки катаклизмам и тектоническим изменениям. Вот так во время землетрясения рушатся обычные дома из бетонных плит и кирпичей. А вот так качаются, но остаются невредимы небоскребы в Японии. Современные здания не собирают из кирпичей. Теперь дом буквально отливают на месте целиком. Мы называем это новыми разработками, однако Брайан Фостер уверен, такие технологии уже существовали много тысяч лет назад. Мы привыкли воспринимать историю, исходя из того, что до нас все технологии были примитивны. Но это нелогично. Вот человек развивается. Дома из кирпичных превращаются в панельные. От малого к большему. И вот тут непонятно, а почему древние постройки собраны из гигантских плит? Не могли же быть сначала камни весом в тонну, а потом все вдруг забразили и придумали кирпич? Профессор Бернского университета Жозеф Давидовиц на Международном конгрессе в Торонто выдвинул версию. Египетские пирамиды на самом деле построены не из каменных плит. Они собраны из отлитых бетонных блоков. И тому есть подтверждение. Тщательный анализ материала, из которого сделаны пирамиды, показал, что это известняк. Но в его составе были обнаружены химические элементы, которые не встречаются в природных образованиях. Кроме того, окись алюминия, входящая в состав этого материала, в точности соответствует той, что содержится в Иле реки Нил. Брайан Фостер считает, вполне возможно, что рецепт египетского бетона был таким. Египтяне растирали известняк до состояния пудры, а в качестве связующего вещества брали речной Ил. Затем смешивали все это с измельченной каменной породой и водой, а после заливали получившийся раствор в деревянную опалубку. Таким образом, поэтапно, наращивая опалубку, древние могли отливать огромные блоки любой формы. Другой пример инженерного чуда древних – город Мачу-Пикчу. Он находится на высоте 2500 метров над уровнем моря. В городе обнаружили более 200 сооружений. При этом, по словам экспертов, во время его строительства не использовались никакие скрепляющие смеси. Все держится за счет собственного веса. Камни подогнаны по размеру и уложены как пазл. Специалисты утверждают, здесь предусмотрена даже возможность землетрясения. Стены возведены под углом. По меркам раннего средневековья, Мачу-Пикчу – огромный город с населением 1200 человек. Мы не понимаем, как этот город был построен. Часть пород, использованных при строительстве, находится от Мачу-Пикчу в тысячу километров. Есть подозрение, что во время кладки использовали лазеры и технологию разжижения камней. Но материального подтверждения в виде инструментов у этой версии нет. Исследователи уверены, что часть знаний сохранена, но тщательно оберегается от посторонних глаз. Их носителями являются члены закрытых обществ, и прикоснуться к ним могут только избранные, например, тибетские монахи. В 40-х и 60-х годах прошлого века снимали монахов в Тибете и процесс того, как они строят храм на вершине скалы. После того, как плиты притащили из низины, тибетские монахи встали в полукруг с музыкальными инструментами. Они начинают играть и медленно петь. Потом ускоряются все быстрее и быстрее. А потом, в один момент, песни и музыка звучат настолько мощно, что блоки начинают двигаться и подниматься наверх. Левитируют и поднимаются в воздух. Всем известно, что с помощью звуковой волны можно разбить бокал. Но может ли она поднимать и удерживать тяжелые предметы? Американские ученые провели эксперимент и выяснили, что акустические колебания действительно могут влиять на тело и удерживать его в воздухе. Вот капли воды левитируют и поднимаются вверх вслед за звуковой волной. По мнению экспертов, это подтверждает теоретическую возможность манипулирования предметами с помощью звука. Но как же выглядели строительно-музыкальные установки и какова должна была быть мощность звука? На эти вопросы ученые ответить не могут. Королева детектива Агата Кристи утверждала, что докопаться до правды никогда не поздно. Давайте искать ее вместе. С вами был Олег Шишкин. Вы смотрели программу «Загадки человечества». Субтитры создавал DimaTorzok